Привет всем, с вами Рокес и недавно создатель игры PlayerUnknown's Battleground Брэндон Грин в своем интервью высказал мнение о том, насколько развивается киберспорт в его детище. Хочу порекомендовать вам подписаться на канал Мегабума. Я лично общаюсь с автором этого канала и могу сказать, что он действительно очень хороший и приятный человек. Он делает видео по игре PlayerUnknown's Battleground и также периодически стримит. И хоть он только начинает свою деятельность на ютубе, я думаю, что ваши подписки, лайки и просмотры на видео помогут ему и мотивируют на то, чтобы радовать вас приятным и хорошим контентом. Поэтому не ленимся, все переходим по ссылке в описании и подписываемся на его канал. Каждому заранее спасибо. Он рассказал о нынешней ситуации и о планах на 2018 год. По его словам, сейчас игра абсолютно не готова к киберспорту и проект пока что находится в зоне доработки. Сейчас еще есть очень много вещей, которые разработчикам нужно сделать для того, чтобы игра стала стабильной и только потом уже выходить на киберспортивную арену. Давайте я вам процитирую его слова. После официального выхода игры нам все равно нужно решить еще немало проблем. Наша главная цель на 2018 год продолжать улучшать и совершенствовать PlayerUnknown's Battleground. Как только игра достигнет более стабильного состояния, мы начнем выделять ресурсы на киберспорт. Мы будем двигаться в этом направлении только в том случае, если наше сообщество этого хочет. Надеюсь, в 2018 году увидеть больше лиг и турниров. Сейчас игра даже близко не готова к киберспорту. Мы надеемся, что в 2018 году нам удастся довести игру до такого состояния, при котором мы сможем работать с организациями, чтобы начать создавать киберспортивную сцену. Вообще, по мнению очень большой части комьюнити, игра в принципе не подходит для киберспорта. Она казуальна и больше подходит как для развлекательного контента, для стримов, либо для просто проведения времени в игре. Но разработчики, я думаю, не станут терять такую прибыльную нишу в плане новой аудитории и в плане развития игры, как киберспортивная составляющая. И как минимум попытаются это сделать, попытаются организовать хорошие качественные турниры. Ну а если это не окупится, то разработчики просто перестанут тратить ресурсы в этом направлении и пойдут в каком-то другом. Может быть будут делать какие-то более фановые ивенты, приглашать различных медийных личностей, стримеров. Но это уже им решать, мы посмотрим как будет. Но то, что у разработчиков игры первоочередной задачей стоит доведение игры до хорошего состояния и до ума, это приятно. Потому что действительно играть сейчас не всегда комфортно. Но вчера вышел патч на тестовых серверах, который чуть улучшил оптимизацию и убрал большинство лагов, которые появились в последнее время. На тесте действительно играть приятнее. И если кто еще не попробовал, я рекомендую попробовать, потому что вам за то, что вы просто зайдете на тест сервер, дадут на тесте 100 тысяч батлпоинтов и 6 ключей до открытия кейсов. Да, это все будет только на тесте, но все равно вы можете там, если вам выпадет что-нибудь хорошее, сделать скриншот и похвастаться перед своими друзьями. Ну а на сегодня все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вы считаете, подходит ли игра для киберспорта и является правильным ли решение разработчиков то, что сначала нужно довести игру до ума. Но я думаю, что здесь все согласятся, что действительно так и нужно делать. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.